Приветствую всех на канале Умно и Разумно! Начните есть по два бутона гвоздики в день и узнаете, что произойдет с вашим телом. Поверите ли вы, что всего два маленьких бутона могут облегчить проблемы с пищеварением? Укрепить иммунитет, включить гвоздику в свой ежедневный рацион – это ароматные высушенные бутоны, которые растут на деревьях. Гвоздика – одна из самых любимых и популярных пряностей в мире. Помимо приятного аромата, которое она придает блюдам, гвоздика известна своими лечебными свойствами. Она укрепляет иммунитет, которые помогают бороться с инфекциями. А все благодаря витамину С. Она помогает при проблемах с пищеварением. Гвоздику можно применять при пищеварительных проблемах, поскольку оно повышает выработку ферментов, что экстракт гвоздики помогает при язве желудка. Также он снижает газообразование и уменьшает тошноту. Лучше всего гвоздика справляется с проблемами пищеварения, если измельчить бутоны в порошок и зажарить их с медом. Она облегчает зубную боль. Еще гвоздика прекрасна тем, что обладает эстетическими свойствами. Если у вас кариес или болит зуб, подержите бутон на больном месте, чтобы избавиться от боли, пока не попадете к стоматологу. Она помогает здоровью печени. Печень выводит токсины и химикаты из организма. Эфгенол в гвоздичном масле улучшает функцию печени, снижает боль и воспаление в организме. Если применить пряность против головной боли, у вас на выбор будет два способа, внутрь или местно. Но если вы предпочитаете первый вариант, то смешайте гвоздичный порошок и каменную соль. Добавьте в стакан молока и выпейте, чтобы снять головную боль. Если же вы сторонник местного применения, мочите бутоны в кокосовом масле и втирайте их в виски для снятия боли. Она полезна для костей и суставов. Эти вещества повышают плотность костей. Также задействованы в костном росте и увеличивают количество полезных минералов, как снижение уровня холестерина и давление улучшает функцию артерий. Важность антиоксидантов невозможно переоценить. Она помогает регулировать сахар в крови, в том числе болеющим диабетом, поскольку оказывает тот же эффект, что и инсулин. В гвоздике содержатся витамины, необходимые для правильного свертывания крови. Гвоздика и ее масло используется в китайской кухне уже более двух тысяч лет. Сегодня ее можно купить как в целом, так и в молотом виде. Причем целые бутоны держат аромат несколько дольше. Ей можно приправлять не только сладкие десерты, но и пряные блюда. Во всем мире ее используют в качестве приправы для мяса и рагу. В приготовлении соусов, как мексиканский молли, для маринования включали гвоздику в свой ежедневный рацион, как вкусную пряность. На этом у меня все. Расскажите нам о своих впечатлениях, комментариях. Не забывайте поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями и также подписаться на наш канал. Всем пока!